Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии среды. Традиционно начинаем сегодняшний брифинг с определения динамики российской валюты, хотя она, в принципе, говорит сама за себя. Думаю, вы уже посмотрели на те чудеса, которые показывает рубль в плане укрепления. Давайте попытаемся разобраться с тем, что же оказывает локальную поддержку российской валюты тогда, когда в эту поддержку не верит никто и тогда, когда этой поддержки, собственно, нет на рынке. Очень трудная задача, мне кажется, практически миссия невыполнима. Но давайте все-таки попытаемся это сделать. Открываем графики доллар-рубль и параллельно нефть. Вчерашняя торговая сессия по нефтяному активу показала то, что есть еще трейдеры, готовы использовать локальный фундаментальный фонд для, соответственно, как косрочного бычьего трейдинга по бренду и, в принципе, WTI. Что же случилось вчера интересного? Почему котировки нефти оказались выше 60 долларов за баррель марки Brent? Вчера на рынках появились слухи о том, что ОПЕК может снизить объемы добычи нефти. На предстоящем заседании ОПЕК по определению курса нефтяного рынка и, соответственно, общих мировых параметров выработки углеводородов. Ближайшее заседание пройдет в июне 2015 года. Помните, что прошлое ноябрьское заседание было взрывным для динамики энергоресурсов. В принципе, как раз тот факт, что ОПЕК отказался изменять объемы добычи и выступило еще более определяющим фактором для коррекции Brent и WTI. Почему сейчас на рынке появились подобные слухи? Потому что такая страна, как Иран, решила, что если они предложат ОПЕКу снизить объемы добычи нефти, значит ОПЕК может их послушать и снизить это. Я оцениваю шансы подобных, скажем, положительных исходов по факту этих ожиданий, как 1% из 100%. Иран все-таки не настолько крут, чтобы диктовать ОПЕКу конкретную политику по объему выработки энергоресурсов. Напротив, мы все прекрасно знаем, что ОПЕК неоднократно подтверждал факт того, что они не собираются отдавать свою долю на рынки энергоресурсов никакой другой стране. И вы это прекрасно знаете. Если посмотреть структуру добычи нефти, углеводородов, в принципе, со стороны ОПЕК, то после ноябрьского заседания она систематически росла. И на текущем моменте уже объемы добычи нефти в рамках ОПЕК превышают 30,5 миллионов баррелей в сутки. И несколько сотен они прибавили только по итогам, скажем, последнего месяца. Что касается Саудовской Аравии, то за март они увеличили объемы добычи нефти на 800 тысяч баррелей в сутки, догнав общий показатель ровно до 10 миллионов. И каждый раз, когда на рынке появляются слухи о том, что ОПЕК может свернуть объемы добычи, они как бы на злобу дня берут и увеличивают добычу, доказывая всем, что они являются ключевым и, наверное, единственным по значимости поставщиком энергоресурсов на рынке. Помните, если отмодать на несколько месяцев назад, как раз брифинги наши и новостной фонд, мы обсуждали возможности снижения объемов добычи энергоресурсов в России. Помните, на 5% кто-то предполагал, что будет достаточно, если Россия, будучи одним из ведущих игроков по поставкам энергосургия, снизит объемы добычи. Это позволит выровнять спрос и предложение, и тем самым Россия поможет сама себе, поскольку цены на нефть выровняются, стабилизируются и продолжат оказывать позитивный эффект для бюджета и для экономики в целом. Но как только появились сообщения о том, что Россия рассматривает возможности снижения объемов добычи, что сделала Саудовская Аравия? Они сообщили о том, что, пожалуйста, мы будем только рады, если вы снизите объемы добычи, поскольку у нас есть незадейственных производственных мощностей на 5 миллионов баррелей в сутки. И если вы решите сократить даже на 50% объемы добычи, мы с легкостью заполним, собственно, этот недостающий фрагмент рынка и увеличим собственную долю на общем мировом рынке поставок энергоресурсов. После этого, конечно же, пыл российской стороны по возможной коррекции и стабилизации спроса приложения непосредственно с их стороны охладел. Ну а ОПЕК, в принципе, дал понятие, еще раз подтвердил тот факт, что они будут делать все, что угодно, все, что потребуется, может быть, даже больше, может быть, вещи, о которых мы даже не знаем, для того, чтобы сохранить свой гегемон на рынке энергоресурсов. Поэтому вчерашние комментарии, слухи о том, что ОПЕК снизит добычу, я, еще раз говоря про вероятность этого, оцениваю как весьма ничтожную. А если этот слух, в принципе, протащить через доп.анализ и понять, что оснований для этого нет, я думаю, что рынок тоже убедится в том, что дальше, скажем, слов не пойдет. То есть дело за словом не последует. А значит, этот фактор, который вчера оказал такую поддержку нефтяному активу, он быстренько сойдет на нет, и мы будем возвращаться к прежнему инвестиционным идеям касательно более объемлющего фундаментального фона, определяющего коррекцию для нефти. Еще один фактор, указывающий на то, что предложение продолжает расти. Вчера был опубликован отчет Американского института нефти, АПИ. Это отчет, который предшествует официальной статистике от Минэнерго США. И риторический вопрос, даже не буду просить вас дать ответ касательно того, что же произошло с запасами, увеличились они или нет, я думаю, вы прекрасно знаете. Да, увеличились в очередной раз. То есть у нас уже пошла 15-я неделя постоянного роста запасов, и вот-вот они достигнуты в США обланки 500 миллионов баронов. Это очень много. Если будет зафиксирован такой исторический максимум, значит, снова пойдет разговор о том, что США придется раскупорить свои стратегические запасы. И это отложенный фактор еще большей разгрузки для позиций нефти. Что касается российской валюты. Да, поведение нефти вчера оказало локальную поддержку рублю. Но рубль умудрился снова вернуться в район практически 50 против американского доллара. Кстати, когда к вам поднимался, отметка была 50,5. Сейчас на каком уровне? 50,5. В общем, 50, я думаю, что вполне возможно уже, наверное, в самое ближайшее время, через несколько минут, может быть, часов, явно указывать на то, что рубль решил еще раз коснуться этой мощной поддержки в районе 50 против американского доллара. Против евро там тоже уровень не совсем сильно отличающийся, учитывая текущие котировки евро-доллара. Объяснить поведение российской валюты в целом фундаментально практически невозможно. Это явное доказательство. И это поведение является олицетворением абсурдности. Потому что нет ни грамма логики в том, что происходит с рублем. Если посмотреть на картину экономическую в целом, мы с вами постоянно обозначаем мрачные перспективы для российской экономики. И в доказательство того, что ситуация в целом не меняется, готов предложить вам два прогноза. Морган Стенли по перспективам российской экономики, предполагающие, что рецессия в России в 2015 году составит 5%. И вчерашний отчет от Международного валютного фонда, которые практически подняли в плане улучшения прогноза по темпам экономического роста многим странам. Но вот Россию в этом плане обделили, обозначив, что в лучшем случае российскую экономику в 2015 году ожидает рецессия в 3,8%. В 2016 год, который правительство России обозначает как возможность возобновления к росту, может быть даже нащупывание оснований для демонстрации и позитивной динамики, они считают, что это бред полный, поскольку в 2016 год будет такая же рецессия, ну может быть не 3,8%, а поменьше, но в целом это будет указывать на то, что экономика по-прежнему переживает очень тяжелые времена. Поскольку рубль серьезно укрепляется, и причин для того, чтобы объяснить эту динамику, сейчас практически нет, совершенно очевидно, что это провоцирует весомые опасения уже и со стороны правительства, которые специально для того, чтобы ослабить вот это укрепление рубля, а в прошлую пятницу заявили о том, что повышают стоимость фондирования по операциям валютного РИПО. Я вам об этом уже рассказывал. Что в принципе, к чему могут привести подобного рода действия. Центральный банк хочет оказать давление на тех трейдеров, которые предпочитают использовать операции герри трейда. В чем заключаются эти операции? Это значит то, что наиболее ушлые трейдеры, спекулянты и инвесторы, покупают американскую валюту, берут ее, точнее, кредиты под символичную процентную ставку, а за вырученные рубли с продажи этой валюты, точнее, вырученные российские рубли, вкладывают уже под официальную ставку российских банков, которые сейчас находятся на среднем уровне в 14%. Напомню, что Центральный банк уже пытался через повышение ставок по валюте воздействовать на трейдеры, предпочитающие операции керри трейд. Это было еще до 30 марта, но тогда, в принципе, какого-то ощутимого эффекта эти действия не возымели. Почему? Потому что все-таки на рынке были устойчивые девуляционные и инвестиционные ожидания, валюты также было достаточно. Но сейчас я уверен, что подобные действия поставят вообще крест на этих операциях, поскольку лишат экономического смысла, экономической обоснованности. Учитывая то, что курс российской валюты реализуется еще и серьезной волатильностью, значит, по-прежнему мы говорим о серьезных рисках катастрофических потерь даже в самый короткий промежуток времени. Вы посмотрите на ту динамику, которую демонстрирует рубль сейчас, когда в рамках одной торговой сессии курс может измениться на 2-2,5-3 рубля. Напомню, что в 2013 году такую динамику можно было ждать целый год. Это в лучшем случае. В частности, в 2013 году колебания были даже еще меньше. Сейчас, если мы увидим это движение в рамках часа, никто не удивится, потому что все уже свыклись с тем, что российская валюта, будучи развивающейся валютой, развивающейся рынка, находящейся под серьезной угрозой, может показывать такую немыслимую волатильность. Поэтому, все-таки, пытаясь объяснить позитивную динамику рубля, я могу отметить следующее, что сейчас на рынке существует, точнее присутствует некое подобие паники, которую мы наблюдали в декабре 2014 года. Только тогда население спешно бежало в обменные пункты для того, чтобы избавиться от рублей и купить доллар. Сейчас наблюдается уже обратная паника, когда все собирают свои валютные подушки, накапливаемые в течение зимы, бегут в банки обменные пункты и скидывают американский доллар, валюту в целом, чтобы получить обратную рубль. Полагаю, что за 50 рублями против доллара будет дальше 30. Я считаю, что это весьма преждевременное ожидание, и оно не основано ни на чем, кроме как на вот этом спекулятивном и абсолютно необоснованном интересе. Вам советую не поддаваться этой панике, все-таки оценивать адекватно ситуацию, в целом, характерную для российского рынка, а эта оценка определяет только негативное будущее для рубля. Возврат 55 и 60 – это по-прежнему та идея, от которой мы не отворачиваемся. Ясно? Европейская валюта вчера также оказалась весьма интересным активом, поскольку продемонстрировала стремительное восходящее движение. Если посмотреть на текущие котировки евро-доллара, в принципе, на каком уровне сейчас, кстати, пара находится? 5,6,40. А закрытие прошлого торгового дня? 1,06,50. То есть сейчас на сегодняшней торговой сессии пара уже просела по сравнению с закрытием прошлого дня. Говоря про то, что же оказало поддержку главному валютному риску на рынке Фореса, кто-то может отметить, что это была позитивная статистика, как национального формата, хорошие данные действительно вышли по промпроизводству, кто-то говорит, что всему виной слабые данные по роничным продажам. Вчера был опубликован этот отчет по американской экономике, прогнозировали 1,1 прирост, по факту мы увидели показатель на целых 0,9%. Но я не считаю то, что это плохая статистика, даже несмотря на те заявления, которые фигурируют в средствах массовой информации. Да, слегка не дотянули до прогноза, но не стоит забывать то, что это первый рост за последние 4 месяца. И это самый лучший показатель с начала 2015 года. Вот этот позитив, его не нужно умилять. Поэтому вчерашний отчет, даже не совпав с прогнозными ожиданиями, он все равно, на мой взгляд, является очень даже неплохим. А значит, если даже посмотреть на текущие котировки доллара и японской иены, то мы видим, как пара снова возвращается, старается вернуться к уровню с 120 против японского актива. Я считаю, что более интересным макроэкономическим фоном, в частности, для определения и объяснения динамики пары доллара и японской иены, выступили вчерашние комментарии со стороны советника, премьер-министра Японии Синзо Абе, о том, что текущий курс в 120 является очень, скажем, слабым для японской иены. Более справедливая отметка для пары находится в районе 105 иен против доллара. Опять же, к сожалению, подобная позиция не была аргументирована. Это всего лишь заявление, которое попало в повестку обсуждения и стало достоянием средствам массовой информации. Трейдеры взглянули на этот комментарий, может быть, поблагодарили этого самого советника за то, что он создал краткосрочную возможность для коллекции пары доллара и японской иены. Но те, кто делал позиционный трейдинг на пару, они по-прежнему уверены в том, что больше оснований для роста американской валюты. И правильно делаем, поскольку впереди у нас очень важное событие, касающееся серьезных изменений в монетарной политике, то есть в рамках ПРС США. Что касается евро, немножко отошли от него. Хочу снова обратить ваше внимание на то, что сейчас главным событием для европейской валюты снова выступает ситуация в Греции. Чем интересна эта ситуация сейчас, поскольку все-таки в Грецию мы с вами никогда не списывали за счетов, всегда держали ее в фокусе внимания в качестве риска. Но Греция интересна сейчас тем, что буквально вчера сообщили о том, что могут отказаться от неисполнения своего долгового обязательства в 2,5 миллиарда евро, которые они будут обязаны погасить в мае-июне 2015 года перед Международным валютным фондом. И они не будут исполнять это долговое обязательство, если не смогут найти согласие, если не смогут достигнуть соглашения и договоренности с тройкой международных кредиторов, то есть с Европейским центральным банком, с Международным валютным фондом и Европейской комиссией. Я считаю то, что вряд ли сейчас стоит делать ставку на действительную реализацию вот этого слуха о возможности бифолта. Может быть то, что мы слышали вчера от Греции, это часть их переговорческой тактики для того, чтобы выторговать у как раз тройки международных кредиторов более уместные и приемлемые условия получения финансовой помощи. Вот это уже более реальная тема. Но поскольку все-таки эти заявления были сделаны со стороны Греции, разумеется, их нужно интерпретировать и использовать как еще один фактор риска для европейской валюты и риска для европейского рынка в целом. Это негативный фактор, который продолжает толкать и будет продолжать толкать евро-доллар, а к ближайшей отметке, которую мы поставили, это 1,05. Следующим очень важным моментом в достижении согласия с кредиторами из еврозоны для Греции будет, по сути, следующий понедельник. Именно до 20 апреля они должны предоставить конкретный четкий план реформ, и этот план должен полностью устроить как международный валютный фонд, так и еврозону. Если он не устроит по каким-то параметрам эти стороны, значит, Греция может действительно стать еще одним, снова стать фактором негативного характера номер один и еще больше сгрузить позиции европейского актива. Сегодня, в частности, у нас очень интересная торговая сессия, поскольку через несколько часов нас ждет публикация процентной ставки. Здесь, скорее всего, без изменений, 0,05%, как и было раньше. Но куда более интересна будет конференция руководителя ИЦБ Марио Драги. Последняя макроэкономическая статистика, хорошо, если взять последние данные по промпроизводству, неплохая, может быть использована им как доказательство того, что программа количественного смягчения работает и позитивные плоды вот уже налицо. В целом это, скорее всего, поддержит, но разве только фондовый рынок. Что касается евро, то для европейской валюты, скорее всего, эти формулировки будут расценены с точки зрения того, что программа количественного смягчения действует, ее нужно продолжать в прежних объемах. Обязательно продолжать. Если программа продлится более длительный период времени, чем прогнозировать, значит, еще больше увеличится баланс центрального банка, о чем я вам уже говорил, и еще больше снизится привлекательность главного валютного риска. То есть, сегодня текущие ожидания, несмотря на демонстрацию бычьего интереса к европейскому активу, могут быть также сведены на реализацию медвежьих целей и, соответственно, прогнозов по евро-доллару уже по мере приближения к фактическому решению поставки и конференции Марио Драги. Ясно? Также вчера обращал ваше внимание на британскую валюту, поскольку вчера мы ждали данные по инфляции. Что нужно, скажем, усвоить по факту вчерашней статистики? То, что инфляция снова подтвердила прошлый показатель, февральский показатель, осталась на нулевой отметке, это минимум, еще раз повторюсь, с 1960 года. А в целом риски того, что инфляция может оказаться в отрицательной зоне, сохраняются, и поскольку инфляция так и не нашла оснований для повышения, стало причиной того, что инвестиционные банки ссылаются на возможность вероятного повышения процентной ставки не раньше 2017 года. То есть сроки ужесточения монетарной политики постоянно откладываются. А мы, напротив, ребят, с вами ожидаем, что перед тем, как ставку повысить, скорее всего, мы увидим еще одно снижение. Поэтому фунт сейчас называют одним из самых главных аутсайдеров рынка. Может быть, даже с фундаментальной точки зрения, фунт может оказаться большим аутсайдером, чем евро. Не нужно упускать это измемление, и я советую вам сделать ставку на коррекцию и фунта тоже. Ясно? Так, вопросы есть? Большое спасибо за внимание тогда, ребят. Хорошей вам торговой сессии. Ждем дополнительных вопросов и комментариев на нашем официальном канале АМАРКЕС. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Всего доброго. До свидания.